В 2018 году в России был принят федеральный закон, который узаконил нахождение безнадзорных животных рядом с человеком. Теперь бездомных собак и кошек не убирают с улиц, как раньше, отстреливая или помещая в приюты. Животные должны проходить по программе ОСВВ. Их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно. Однако такому соседству рады далеко не все. Я общаюсь с коллегами в разных городах. Все говорят об одном и том же. К сожалению, та идея, которая была заложена в федеральном законе о заботе с безнадзорными животными, она казалась не совсем работоспособной, либо механизмы, которые были предложены, не дают того самого эффекта. Как отметил Алексей Сафонов, в нашем городе люди делятся на тех, кого собаки не беспокоят, и тех, кто готов бороться с ними самыми жестокими способами. В июле в подвале дома на Музруково нашли двух мертвых щенков. Одного, по рассказам жителей, застрелили, другого отравили. Жертв из этого помета было бы больше, но вмешались зоозащитники и депутат этого округа Дмитрий Авдеев. Двоих малышей удалось спасти, они сейчас в ветлечебнице. Но едва ли на этом истории с отравлениями закончится. У человека нет права, скажем так, своим решением убивать животное. Более того, даже у госвета нет такого права выбрать животное и его ликвидировать. Мы проговаривали этот момент. Есть очень жесткий перечень, по которому можно, скажем, умертвить животное. Строительство больших приютов с точки зрения Алексея Сафонова тоже не панацея. Глава города рассказал об опыте других муниципалитетов, которые пошли по этому пути. Мест для животных становилось все больше, как и самих животных. Решить проблему, по его мнению, может только воспитание ответственного отношения к животным. И к домашним, и к уличным. С ним согласны волонтеры, которые занимаются помощью бездомным собакам и кошкам. Вот эта вся история про так собачки лучше, биология и все дела. Нет, глупости. Собак, если вы не профессиональный заводчик, надо стерилизоваться. А двориков, ну, если кто-то захочет взять, хочет взять себе дворик, можно взять и в приюте в нашем. Поэтому в первую очередь это стерилизация и кастрация. Кроме того, если у вашего животного появилось потомство, говорят волонтеры, не надо пытаться спихнуть ответственность за него на других. Не подкидывайте собак и кошек, пристраивайте их в ответственные руки. Животное – это такое же живое существо, которое нуждается в любви. Только воспитав в себе ответственность по отношению к другим, можно решить проблему бездомных собак и кошек на наших улицах.